Привет, это снова Вадим Макеев, и сегодня мы с вами разберем сайт. Это будет сайт Политеха, точнее его информационно-библиотечного комплекса. Поехали. Чем же провинился сайт Политеха, что оказался в этом разборе? Ну, вообще ничем. Его просто прислал зритель Игорь Достовалов. Я не знаю, как он относится к этому Политеху. Может быть, он там учится, может быть, он даже разработчик сайта. Но, в принципе, можно сказать, что это довольно-таки типичный сайт учебного заведения. Там можно сделать поиск по всяким университетам фонда библиотеки и найти всякую информацию. Там есть еще новости и прочее, прочее, прочее. Ладно, давайте просто посмотрим, как он, собственно, выглядит. В принципе, сайт как сайт. Обычная главная страница, какие-то новости, что-то залипает, какой-то футер. Давайте откроем сетевой инспектор и попробуем посмотреть, как сайт загружается. Открываем. Перезагружаем. И поехало, 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 поехало. Уже 800 килобайт и двигается дальше, дальше, дальше. Почти загрузилось и грузится, и грузится. Вот, почти уже 900. Ну давайте, перевалим же за мегабайт или нет? Ну давайте. Не дождемся, видимо. Загрузка не хочет заканчиваться. Хотя, с виду, вроде бы, все на месте. Какие-то, не знаю, сидены что-нибудь не отдают? Сложно сказать. О, побежали килобайты. Может быть, мы дождемся? Или нет? Метр. Все, во, метр. Все, страница загрузилась. Полная ее загрузка заняла 44 секунды, что довольно-таки много. Ну там 46, полный финиш. Ну да, судя по всему, это были какие-то медленные сидены, но мы с вами вот особо туда проникать не будем. Главное, что тут понятно, что страничка тяжелая. Что здесь нужно на 1,3 мегабайта, мы попробуем с вами разобраться. Давайте нажмем на колонку Size. Отсортируем ее, собственно, по размеру. И самый большой объект на странице, ну, конечно же, картинка. 600 килобайт. Большой JPEG, который, ну, JPEG как JPEG. В общем-то, ничего с ним такого супер нет. Он большой, 960 пикселей. Но если посмотреть на то, что он типа для ретины нужен, ну да, двойной размер вроде бы как нормальный. Но 600 килобайт что-то многовато для картинки 960. Давайте посмотрим, в чем тут может быть проблема. А проблема в том, что это какой-то магический JPEG. Давайте на него посмотрим. Если посмотреть на его вес, это 639 килобайт. Что довольно-таки много для картинки 960 пикселей в ширину. Давайте откроем его в фотошопе и посмотрим, что можно с ним сделать. Почему он такой магический. Открываем. Ну, картинка как картинка. Всего еще 960 на 640. Хорошо, вроде бы все в порядке. Давайте старым дедовским способом попробуем сохранить его Safe for Web. Смотрим. И он даже в гифе занимает всего 545 килобайт. Давайте мы посмотрим, сколько занимает он в JPEG. И в JPEG 215. Хорошо, может быть сжатие 60 слишком жесткое. Давайте сделаем сжатие 100. Но даже со сжатием 100 картинка весит 466 килобайт. Я не знаю, как удалось контент-менеджерам или разработчикам этого сайта сделать JPEG, который весит больше, чем если вы просто экспортируете в фотошопе в стопроцентном качестве. Может быть есть такие магические программы, которые на всякий случай зашивают всякие экзифы, превью, да что угодно. Может быть это вообще какой-нибудь PNG, спрятавшийся под личиной JPEG. Я копаться в сторону бинарника и разбирать его на части не стал. Главное, что он как-то максимально неэффективно оптимизирован. И по-хорошему с сжатием процентов 60-70, что более чем достаточно для любой ретины, если вставлять сразу двойную картинку, если не разбивать его на две части, мы в эту сторону сегодня увлекаться не будем. В прошлый раз хватило. Так вот, если просто его сжать 60-70, получится килобайт 200, но не больше, но не 600. То есть 400 килобайт от одной картинки, ну то есть чуть меньше половины сайта берется ниоткуда от плохой картинки. Ну ладно, про картинку мы с вами говорили в прошлый раз. Давайте посмотрим, какие еще проблемы могут быть у этого сайта. Следующим по весу идет джаваскриптовый бандл, который занимает 244 килобайта. Он грузился 90 миллисекунд и отдавался, ну в общем он такой вот типичный, там что-то наверняка внутри содержится, очень такое крутое джаваскриптовое, но неважно. Главное, что он отдавался с какого-то CDN-а. CDN-CIS-JIVASITE.COM. Что за живасайт? Давайте посмотрим. А, смотрите, тут на сайте есть такая штучка, которая прилипла к боковинке и говорит вам, отправьте сообщение, пользователь. Нажимаем на нее и получаем форму, которая что делает? По сути берет и отправляет почту. То есть это форма, которая отправляет какой-нибудь, не знаю, пост-запрос с обращением, именем, телефоном, имейлом и, собственно, все. То есть простейшая форма отправляется, и для того, чтобы она отправилась, нужно, сколько там, 200 килобайтов? Но это в GZIP 200 килобайтов. Я посмотрел на этот файл, сохранил. В памяти он разворачивается в 900 килобайтов. То есть почти мегабайт джаваскрипта в памяти нужен для того, чтобы пользователь мог отправить форму с именем, фамилией и какой-нибудь заявкой. То есть я зашел на главную страницу. Наверняка, не знаю, прочитать новость или что-нибудь найти в фонде библиотеки. Но меня внизу ждет маленький конвертик или там вот палочка такая, типа отправь письмо, отправь письмо. Хорошо, не знаю, 10%, даже если 10% пользователей отправят это письмо, хорошо, они этим мегабайтом памяти воспользуются джаваскриптовым, который ждет их. Инициализированный, загруженный. Вы помните загрузку, CDN какой-то был медленный. А если я просто зашел по своим делам, на всякий случай мне загрузили мегабайт джаваскрипта. И знаете, когда современные пользователи браузеров говорят, браузеры ставили такие медленные, я вот только его поставил, а он уже там, не знаю, отожрал CPU, отожрал память, вообще как не в себя жрут. А потом идут и подключают на сайт бандл, который не нужен, только для того, чтобы, хорошо, нужен редкому количеству пользователей, только для того, чтобы отправить письмо. А вот форма с экшеном, который отправляет просто с помощью PHP-скрипта, который напишет школьник с эндмейлом. Ну, я не очень понимаю, зачем нужна форма на сайте, которая занимает столько места в памяти. Ладно, ну это второй по тяжести ресурс на сайте. Очень странно получается. Короче, вставили, не подумали. Ладно, это не весь JavaScript, который есть на сайте, там есть еще забавные вещи. Какой там еще есть JavaScript? Давайте посмотрим. Открываем сеть, еще раз загружаем, отсеиваем по JavaScript и смотрим, что у нас есть. Ну, у нас есть один экмоскриптовый шим, второй шам какой-то, есть шесть шим, есть шесть шим, еще какой-то. В общем, забавный файлик, который хранится. Ладно, ладно, черт с этими файликами. Давайте посмотрим, что-то еще есть. Ага, есть React. Классно. Грузится сколько-то там килобайтов React. Что еще? У нас есть еще jQuery. Хорошо. Есть минифицированный файл JavaScript-бутстрапа. Есть плагин jQuery какой-то, микромодалочка есть какая-то, наверняка тоже не просто так, а jQuery. В общем, много всего разного классного. Полифилы какие-то есть. Ну, в общем, с загрузкой и с количеством подключаемых ресурсов как-то все странно. Некоторые файлы вот прям сбандленные, которые вот с этого живосайта. Ну, понятно, они, видимо, дают свой пэккедж вот так вот целиком, куском. Ну, они давно ведь мы в деле. А вот эти вот 18 или 20 с чем-то файлов, которые отдает ребята, сами подключают. Ну, то есть в шапке просто идет батарея. Я уже даже показывать не буду. Почему-то они не собраны. И учитывая, что сайт на HTTP 1.1, учитывая, что никакого HTTPS нет, и вот это вот все вместе не работает, чтобы очень быстро доставлять в современные браузеры ресурсы, открывая одно соединение и по нему пуская все на свете, у сайта это узкое место. JavaScript, которого много, отдельные файлы, и это, в общем-то, занимает загрузку. То есть я могу сейчас заняться профилированием, открыть какой-нибудь lighthouse или просто руками сделать, но, в принципе, тут с виду понятно, что, в общем-то, все не очень. Ну, ладно, это была загрузка. Давайте посмотрим на разметку, что у этого сайта с разметкой, какие штуки можно увидеть там, например, пощупав сайт, вот чисто-чисто инспект элементом или послушав некоторые части войсовером. Там, в принципе, все не так все плохо, но есть какие-то моменты, которые стоит учесть и, может быть, улучшить в будущем. Для начала давайте пройдемся по этому сайту с помощью клавиатуры, ну, просто чтобы посмотреть, как он работает для людей, которым неудобно пользоваться мышкой или которые, допустим, незрячие. Хорошо. Политех. О, классно. Это первый объект на странице, он в фокусе, это ссылка, все классно, аутлайн у него есть. Дальше памятка, я подсматриваю в статус бар, как нас найти, получить пароль, войти, все еще нигде находимся, вот чисто по наитию понятно. О, окей, меню нормальное, 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 поехали. И дальше с формами тоже какая-то беда. Раз, отдельные пункты нормально, нормально, нормально. То есть, в принципе, с клавиатуры это все доступно плюс-минус. Ну, вот все новости, RSS тоже недоступно, ну, то есть не видно, где вы находитесь, поэтому это равно недоступности. Дальше, 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 ну, в принципе, ну, нормально. Но только, опять же, футер, футер мертвый для клавиатуры, то есть где вы находитесь. Причем аутлайн даже не отключили, просто проблема в том, что аутлайн синий. Вот сейчас на Инстаграме, если вы очень присмотритесь, есть аутлайн, но его не видно. Поэтому мой постоянный совет не отключать аутлайн, это, конечно, очень хороший совет, но мало. Нужно пройти сайт с клавиатурой, посмотреть, что аутлайн в принципе видно. И на самом деле я даже готов отказаться от своего совета, потому что, может быть, нужно советовать людям отключать аутлайн и сразу же вставить какой-нибудь адекватный. Потому что, ну, не отключать, ну, этого мало выясняется, если у вас синий футер, синий аутлайн и, в общем, все пропало. Ну, ладно, тут главное, что ребята не убрали его в принципе везде, за что им огромное спасибо. Это редкость на самом деле. Но что в некоторых местах он абсолютно пропадает и дезориентирует, это, конечно, плохо. Давайте посмотрим, какие на сайте есть ориентиры. Мы включим VoiceOver и посмотрим, что мы можем услышать. Мы видим список заголовков на сайте. Это, в принципе, хорошо. Заголовков много. Электронная библиотека и SPB. И, в принципе, даже разнообразные заголовки. Первые, вторые. Доставка документов. Но тут мы видим сразу же четвертый. Не нашли того, что искали и хотите задать вопрос? Это немножко странно. То есть, по идее, здесь я бы ожидал заголовок третьего уровня. Иначе возникает ощущение, что а куда делся третий и сразу четвертый? Может, он потерялся? Может, у него что-то не так? Ну, в общем, странновато. Но заголовки есть. Это очень хорошо. А что у нас с лендмарками или с ориентирами? У нас есть баннер, main и поиск. Внезапно ребята сделали role search на форуме, и появился новый ориентир поиск, что, в принципе, учитывая, что это основная штука на сайте, довольно-таки хорошо. Еще раз. Есть три ориентира. Но беда в том, что на сайте есть еще четвертый раздел, который отличается от всех остальных. И это футер. И он никак не обозначен. В спецификации ARIA роль у футера – это content info. То есть информация к содержимому сайта, по сути. И если вы туда действительно добавляете информацию о содержимом, какие-то подробности, год издания, ссылки на редакцию или на контакты, или всякие подразделы сайта, но раз это главная страница, это довольно-таки полезно, это, в принципе, имеет отношение ко всему сайту, и это content info, то стоит дать этому всему роль, то есть ориентир какой-то, чтобы люди могли попасть в этот специальный раздел сайта, довольно-таки привычный, легко, из своего навигационного меню. То есть что нужно сделать? Просто использовать элемент футер. Но, к сожалению, в voiceover на Mac и, может быть, на iOS наверняка есть проблема. Дело в том, что когда вы просто добавляете элемент футер на ваш сайт, то он в этом списке лендмарков не виден. Чтобы этот ориентир появился в этом списке, нужно добавить ему дополнительный атрибут role.content.info, и только тогда он, собственно, заработает. Давайте попробуем это сделать. Мы инспектируем наш футер, находим его, и видим, что это просто div класс футер, и все. Хотя наверху есть прекрасный хедер, дальше мейн, ну, в общем, несложно было. Давайте мы отредактируем это все и попробуем сделать так, чтобы футер был футером. Футер, ну и в самом конце тоже берем и указываем футер. Все, теперь у нас есть элемент футер. Но, к сожалению, этого, как я уже сказал, недостаточно. Поэтому мы с вами добавим ему атрибут role.content.info, и послушаем, как это будет звучать. role.content.info, все, есть. Включаем voiceover. Voiceover on Chrome, landmarks menu. И теперь мы видим. Banner. Banner. Main. Main. Search. Поиск. Content.info. То есть мы с вами добавили футер с атрибутом role.content.info, который voiceover узнает как специальный ориентир на сайте. Футер как специальная область, где можно узнать информацию о контенте, который ему предшествует, или, в принципе, обо всем сайте, если это главная страница. Запомните, используйте, довольно-таки просто. Ну и последняя штука на сегодня. Я хочу показать одну еще маленькую вещь, которая сделана на сайте не очень хорошо. Понять, почему так сделано, и предложить решение, которое поможет вам делать это правильно. Давайте посмотрим. Как я уже говорил, на главной есть новости, и к ним даны иллюстрации. Иллюстрации вот такие. Иллюстрации завернуты в ссылку. Это все целиком картинка, текст заголовочный, дата. Это все целиком завернуто в ссылку. Ну, об этом мы сильно углубляться туда не будем. Давайте посмотрим на картинку. Инспект. Ага, и у нас картинка, это, безусловно, div. Ну, потому что div – это хорошая картинка. Ой, ладно. В общем, это у нас картинка, которая сделана с помощью div и фонового изображения. Если посмотреть внимательнее, почему так происходит, ну, в 90% случаев это из-за того, что background size cover. Дело в том, что сайт-то адаптивный. Мы не будем анализировать его адаптивность сегодня. Но главное, что если его пересадить, посмотреть на мобильную версию, то эти картинки не имеют постоянных размеров. Они могут менять свои размеры. И чтобы изображение явных пропорций всегда вписывалось в этот прямоугольник, оно сделано, собственно, фоновой картинкой, которая выстроена в background size cover. Если этот background size cover убрать, картинки начинают прыгать. Это, в принципе, удобно с точки зрения контента. Вы можете дать картинку любой пропорции и тем самым сэкономить на том, чтобы обрезать ее где-нибудь в админке или еще что-то такое делать. И они всегда будут классно вписываться в дизайн. Дизайнеры довольны, версталочки довольны, все классно. Но если не говорить про то, что технически это не очень хорошо исполнено, и по смыслу это глупо, я объясню дальше, почему. Это на самом деле еще лишний трафик. Если вашему пользователю загружается, не знаю, квадратик на мобильнике где-нибудь, а вы ему туда вот такой вот пароход целый, прямоугольный, широкоэкранный какой-нибудь, не знаю, там 16 к 9, а там 1 к 1, вы лишний трафик посылаете. А если у вас еще какая-нибудь двойная-тройная ретиновая картинка, зачем? Поэтому лучше изучить необходимости и разрешение, собственно, вашего сайта и подготовить несколько картинок автоматически при сборке. Ну, потому что, ну, если даже я умею при сборке картинки собирать там для сайта WebStandards Days в разных разрешениях, разных размерах, чтобы подключать максимально эффективно их, ну, то и вы умеете, у вас же админка, у вас же там какой-нибудь там PHP, Perl или что у вас там на сервере крутится, нода может быть даже. Ну, это все можно делать, даже если статический сайт при сборке, вот, собственно, довольно просто. Ну, то есть не ленитесь, не отдавайте лишний контент, потому что вам при верстке это удобно. Каждый байт считайте. Ладно, вернемся к нашим картинкам. Почему их не стоит вставлять дивами? Ну, кроме того, что дивы – это не картинки, раз вы вставляете картинки, контентные картинки, то есть это, в принципе, проблема с логикой, проблема с семантикой, которая здесь прямым образом нарушается. Элемент IMG еще и имеет некоторую предрасположенность в браузерах. Дело в том, что IMG – это контентная картинка, и браузеры такие, ага, это контентная картинка, поэтому сайт загружается вот так, на такой-то скорости, и контент, у контента есть всегда приоритет, поэтому поставлю-ка я очередь на загрузку этих контентных картинок вот в это место, где эти контентные картинки имеют смысл. Но когда браузер видит див с фоновым изображением каким-то, он думает, фоновое изображение, да, до свидания. Когда-нибудь, когда будет время, я загружу эту красоту. А если бы это была картинка, приоритет – контентная картинка, приоритет был бы выше. То есть у браузеров есть эвристика какая-то, которая помогает сайтам грузиться эффективно. Ну, не с точки зрения сети или еще чего-то, а с точки зрения приоритетов. Поэтому обманывать браузеры и вставлять фоновым картинками или, как-нибудь, не знаю, Base64 прямо в HTML – это довольно-таки глупо, это мешает им оптимизировать. Помогите браузерам помогать вам. Ну и, кроме прочего, есть прекрасное свойство Object Fit, которое позволяет сделать все то же самое, что вы делаете с помощью Background Size Cover, но на обычных IMG и даже тегах видео. Давайте посмотрим, как это работает. Итак, у нас с вами есть очень простой HTML-документ, в котором вставлена картинка IMG, класс Image, у нее есть, собственно, Picture.jpg как источник, и Alt – велик, пристегнутый за перьё. Вы видите, какие стили к ней применяются. Собственно, Image, класс Image, floatLeft, ну, потому что я старомодный, Margin Right – 25 пикселей, потому что появятся другие картинки, ширина 30%, высота 256 пикселей. То есть мы указали резиновую ширину, но фиксированную высоту, потому что мы хотим картинку искажать. И если вы присмотритесь, то колеса у велосипеда далеко не круглые. Давайте попробуем присайзить и посмотреть. Если мы просто вставляем картинку на страницу и задаем одно из направлений размеров фиксированным, а другое – резиновым, картинка начинает искажаться. Это не очень хорошо. Если добавить заранее заготовленный класс ImageCover, собственно, который делает ObjectFitCover, мы получаем совсем другое поведение. ImageCover, оп, и вот. Смотрите. Картинка теперь, как бы мы ни двигали, вписывается. Видите? Она зумится то так, то так, лишь бы закрыть всю поверхность, лишь бы никакой дырки или искажения не было. Есть еще свойство ObjectPosition, которое позволяет выбрать определенную привязку во время этого кропа, по сути. Там слева, справа, вот это вот все. И это позволит вам, в принципе, выделять какой-то смысловой центр и вокруг него уже делать всякую адаптацию картинки. Довольно удобно. Но проблема со свойством ObjectFit, что у него плохая браузерная поддержка. Я даже предвосхищаю ваши комментарии. Да, она плохо поддерживается в браузерах Internet Explorer и в некоторых старых браузерах тоже. И если браузер не поддерживает ObjectFit, то если вы задаете, допустим, фиксированную высоту и резиновую ширину, то пользователь получает искаженную картинку. А это иногда очень плохо. Особенно не когда это не просто велосипед, а, допустим, человеческое лицо там изображено. Это получается, ну, не очень хорошо. Но есть решение. Решение лежит в SVG. Давайте попробуем вставить нашу картинку с помощью SVG. Пишем SVG. Закрываем. Здесь пишем тег. Image. Здесь пишем, собственно, адрес картинки. Xlink. Хрев. Ну, потому что SVG немножко странный. Picture. JPG. Ну и закрываем наш image. Так SVG работает. Сохраняем. И получаем вот такую вот немножко странную картинку. Давайте зададим ей такой же класс, как у нашей картинки. SVG класс Image. Окей. Ну, мы получили примерно те же самые размеры. Если мы по-ресайзим, ну, то есть мы видим, что картинка более-менее нормальная, но что-то здесь не то. Как-то она неправильная. Ну, в общем, она весь свой размер. Она не резинится адекватно. Она выглядит один к одному. А нам нужно, чтобы она вписывалась. Давайте мы сделаем кое-что. Класс Image. Мы добавим атрибут в U-Box. Не забудьте прописную B. 0, 0, 1024 на 640. Сохранили. Окей. Смотрите. Картинка уже вписалась довольно-таки забавно. Ну, то есть немножко не так. Она вписывается, но по высоте, по ширине и... Ну, не кропается, короче. А нам бы, чтобы кропалось, да, чтобы вот object fit cover был. Вот как нам нравится. Ну, ладно, мы до этого доберемся. Для начала сделаем из этого SVG нормальную картинку. Под нормальную картинку я имею в виду ту, которую скринридер посчитает IMG. То есть у каждой картинки, у тега IMG в HTML есть встроенная роль. Картинка и Alt как описание этой картинки. Если мы вставляем что-то с помощью SVG, нужно объяснить скринридеру, что это картинка, и у нее есть какое-то описание. Это тоже легко, в общем-то, добиться. Давайте попробуем. Тут все очень просто. Добавляем role image и area label, собственно, такой же, как наш обычный Alt. И для скринридера теперь это обычная картинка, потому что role правильный, и типа Alt у нее есть. Есть магический атрибут Preserve Aspect Ratio, который решит нашу проблему. Давайте попробуем. Окей, написали какое-то voodoo, давайте посмотрим, как оно работает. Идеально. Ровно так, как нам и нужно было. То есть тот самый Object Fict Cover и наш вот этот SVG-шный трюк работают идентично. Это же прекрасно. Это не чертово voodoo, это просто обычный SVG-шный атрибут Preserve Aspect Ratio, который позволяет настраивать не только тот самый background size cover, но и другие разные значения object fit, background и вот этого вот всего, более подробные. И можно ведь еще настраивать object position, чтобы выбирать, собственно, ключевой объект на картинке, вокруг которого делать crop. Я этот метод знаю, в принципе, давно, но довольно-таки подробно его описала последний, пожалуй, Сара Суайдан. И вы можете почитать его статье, там есть все подробности, как сделать именно тот самый спецэффект, который вам нужен. Но самый популярный среди разработчиков background size cover или object fit cover. И мы только что воспроизвели его с двумя значениями, которые, ну, в общем-то, довольно-таки простые. Они выглядят абсолютным нонсенсом, но вы можете их запомнить, скопировать и вот это вот все. То есть мы только что сделали object fit cover кросс-браузерным вплоть до E9. Неплохо, да? И если с этого момента у вас будут хоть какие-то оправдания не использовать object fit cover или SVG-шный фоллбэк на него, я уже не знаю, честно говоря. Ну, правда, не надо вставлять контентные картинки дивами. Ну, зачем вам эта ерунда? Если можно взять и сделать нормальный IMG, который браузер правильность приоритизирует, который можно будет сохранить со страницы, который, ну, контентом будет. Привет, ребят, ну, это все на сегодня. Надеюсь, ребята из Политеха не сильно обиделись. В принципе, я, мне кажется, надавал много хороших советов, которые можно применить и улучшить сайт. Ну, и осталось понять, что вы думаете. Понравилось вам, не понравилось, вы покажите это там. Всякие подписки, бубенчики, колокольчики. В общем, самое главное. Hi, People's Bay.net. Вы скажите мне, чего бы вам хотелось увидеть, услышать дальше. Ваши идеи, вопросы, сайты для разбора и всяческие предложения очень-очень ценны. Ну, или просто в комментариях, как вам удобнее. И мы будем с вами развлекаться и дальше, так что увидимся на следующей неделе. Пока.